Для тех, кто не расслышал концовку, я процитирую, и вот как раз вы видите на ваших экранах Андрея Солдатова, главного редактора агентуры РУ, одного из главных экспертов по ФСБ, а сейчас попытки, конечно, наиболее активные, попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле, сказал Владимир Путин. Андрей, помогите нам, пожалуйста, продраться сквозь новояза Владимира Путина. Кто такие мрази и кому он угрожает, выступая с трибуны? Добрый вечер. Дело в том, что у Владимира Путина и у его коллег из ФСБ есть незаживающая историческая травма, которая многое объясняет, к сожалению, в том, какой язык они используют и то, как они формулируют угрозы. И эта травма — это распад Советского Союза. Они до сих пор, в общем, не очень понимают, как это произошло, в том числе потому, что очень неудобно отвечать на вопрос, а что при этом делал тот самый Комитет Госбезопасности, который они так любят. Как мы знаем, не делал практически ничего и, в общем, Советский Союз не спас. И поэтому у них есть ощущение хрупкости российского государства в принципе. И поэтому им кажется, что любое движение национальное, общественное, неважно какое, может когда-нибудь спровоцировать коллапс. И Россия распадется на много-много разных частей. И вот эта паранойя, эта одержимость, идея хрупкости государства и его уязвимости, несмотря на то, что вкладываются такие гигантские средства и в спецслужбы, и в госаппараты, в репрессии, ими, в общем, постоянно как-то это их тревожит. Сейчас понятно, что это тревожит их намного больше, чем, скажем, год назад. Андрей, а уточните, насколько вообще спецслужбисты искренне верят вот в эти вот слова про то, что Запад только и думает о том, чтобы развалить Россию? Они в это правда верят или они просто такую мысль транслируют? Нет, они правда в это верят. Дело в том, что действительно, подумайте с их точки зрения, в течение всего лишь одного XX века две могущественные Российские империи, ну Российская империя и Советский Союз, обладая очень серьезными ресурсами в области борьбы с недовольными, то есть царская охранка и КГБ, развалились в общем, ну практически мгновенно, по непонятным для ФСБшников причинам. В случае с революцией им это непонятно, потому что в наших школах, как мы все знаем, плохо учили историю Первой мировой войны, и тот факт, что в результате войны развалились четыре империи, а не одна, об этом никто там, особенно ФСБ, не знает. С Советским Союзом еще хуже, потому что роль КГБ в развале Советского Союза, ну совсем не хочется им это обсуждать. Поэтому, естественно, реальность замещается теориями заговора. Если ты не можешь винить себя, то ты винишь там Запад, СРУ, жидомасонов, кого угодно. А уточните, вот это само заседание расширенной коллегии ФСБ, это какое-то штатное обычное мероприятие, или визит Путина обладает каким-то особенным символическим значением, он был специально приурочен, может быть, там, к сегодняшнему дню или когда-либо? Нет, это довольно стандартная вещь для Владимира Путина, приезжать весной, обычно это в конце февраля или в начале весны, проходит ежегодная коллегия ФСБ. Что здесь мне было любопытно, то, что когда он говорил о потерях в составе ФСБ, он говорил в наших рядах. Он довольно давно так прямо себя не ассоциировал с ФСБшниками. Сейчас такое впечатление, что он возвращается вот к тому состоянию, в котором он был в 99-2000 годах, когда он говорил, что задание выполнено, и сотрудники ФСБ взяли власть. И тогда он якобы шутил. Вот ощущение такое, что он в ситуации этого кризиса, этой войны, он возвращается на Теревизе. А в чем может выражаться, что ли, это возвращение? Мы, в принципе, представляем себе Владимира Путина и его манеру, что ли, управлять страной, но, тем не менее, вот это возвращение, что оно значит для него, как поменяется его, там, не знаю, поведение, или меняется ли расстановка элитная вокруг него, вот такое явное выделение ФСБ, мешает ли оно ход игры, вот внутриэлитные, это же все долго выстраивалось, насколько я понимаю. Да, вы абсолютно правы. И я думаю, что разница заключается в том, что в течение какого-то довольно длительного периода времени Владимир Путин, как хороший тактик, ну, в общем, использовал разные инструменты для продвижения своих интересов, для защиты своей политической стабильности и так далее. Но сейчас очень серьезный кризис, самый серьезный кризис, который он когда-либо вообще в своей жизни встречал. И в этой ситуации он решил, что надо сосредоточиться на тех инструментах, которые он хорошо знает, которые он помнит и которые ему как бы верны. И поэтому, как мы видим, и кончились репрессии в отношении генерала ФСБ, которые начинали с прошлого года. Он вот пришел к этому выводу, что вот это есть под рукой, и как бы это плохо не работало, но это надежно, это известно и понятно, как это использовать. Это значит, что ФСБ будет играть всю большую роль. Мы это видели на протяжении всего прошлого года. А сами спецслужбы тоже меняются, подстраиваются под эту новую военную реальность, становясь, ну, скажем так, все более похожими на спецслужбы уже не позднего Советского Союза, а спецслужбами Советского Союза, когда Советский Союз вел войну на выживание, то есть спецслужбами времен Сталина. И, конечно, не могу вас не уточнить, очевидно, лично я трактую это, кстати, как угроза, не знаю, видите ли вы угрозу в его обращении, вот когда он призывает все эти попытки активизировать всю эту мразь на нашей земле как-то приостановить. Если да, то, опять же, может ли он от слов перейти к делу? Ну, если да, то, ну, давайте обозначим, что ли, круг тех, кто может попасть под его возмездие. Я думаю, что вы правы, что это звучит очень тревожно, потому что тот язык, который он использует, слово «мразь», это эмоционально окрашенная лексика, и она, в общем, отзывается в сердцах многих сотрудников ФСБ, потому что есть же система ротации, которая введена уже, еще была в начале прошлого года, которая предполагает, что большое количество сотрудников ФСБ, в том числе из региональных управлений, проходит через командировки в Украине на оккупированных территориях, и они эмоционально становятся заряженными этой историей, для них эмоционально и лично окей, да, заниматься, там, не знаю, пытками, там, и проводить репрессии. Мы это видим по истории с Машей Маскалевой, да, из Тульской области, как сотрудники местного управления ФСБ радостно в эту историю влезли и использовали абсолютно все методы, не стесняясь ни в чем. И для них такой язык, который использует Путин, это, конечно, разрешение на применение любых средств и методов. И не только внутри России, но и за рубежом. Ну, да, это мы видим, что именно сейчас на наших глазах, вот последние два месяца, формулируется политика Кремля в отношении уехавших людей. Это видно и по публичным заявлениям, и не публичным. Спасибо большое. Да, спасибо большое, Андрей, что присоединились к нашему эфиру. Разобрали мы всех, скажем так, людей, которых Путин причисляет к категории мрази. Привет, спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас, оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим роликом. Внесите свой важный вклад в борьбу с Путиным. Спасибо.